МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И председателем Совета руководителей общеобразовательных учреждений Симферополя и председателем рабочей группы Совета директоров при главе Республики Крым. Какие наиболее значимые изменения в работе общеобразовательных организаций Симферополя произошли в текущем учебном году, в 2020-2021? Каждый год происходят какие-то изменения, но в этом году они кардинальны, потому что в этом году вся старшая школа перешла на обучение по новым федеральным образовательным стандартам, которые предусматривают профильное обучение. И это нормально, потому что жизнь идет вперед, наука движется, масса появления роботов, движение к искусственному интеллекту, достижение нанотехнологий, молекулярной биологии, и все это не может не менять и процесс образования, процесс обучения. И вот в Республике Крым в этом году реализуется очень интересный инновационный проект создания предпрофессиональных классов. Вот таких классов у нас создано достаточно большое количество в Крыму, и значительная часть находится в Симферополе. Это и медицинский класс, у нас в Симферополе их два, всего их восемь в Крыму. Это инженерные классы, у нас в Симферополе их четыре, всего восемь в Крыму. Аграрных классов у нас нет, но у нас есть психолого-педагогические классы, и из четырех в Крыму два из них в Симферополе. Есть еще медиаклассы, в 44-й школе открыт такой класс. В чем смысл такое предпрофессиональное образование? Чем отличаются профильные образования, профильные обучения? Профильное обучение предусматривает углубленное изучение каких-то предметов. Допустим, если это естественно научный профиль, например, может быть углубленное изучение физики, математики, может быть химии, биологии, это профильное обучение. А вот предпрофессиональное, это немножечко другое. На стыке с ВУЗами, на основании договоров о сетевом взаимодействии создаются вот такие предпрофессиональные классы, которые предусматривают. С одной стороны, углубленное изучение предметов в школе, а может быть на базе ВУЗа. Допустим, у нас инженерный класс, большая часть предметов преподается на базе школы, а вот физику ведет преподаватель Крымского индустриально-педагогического университета. Это внеурочная деятельность, которая проходит в лабораториях ВУЗов. Медицинский класс работает в лабораториях Медицинской академии Крымского федерального университета. Очень интересные курсы, чек его здоровья, медицинская химия, практическая биохимия, медицинская биохимия. Вот такие вот курсы внеурочной деятельности в этом классе. Если это инженерный класс, вообще очень интересно. У нас на базе индустриально-педагогического университета ведутся курсы робототехники, начертательная геометрия, очень полезная вещь, компьютерное прототипирование, введение в профессию. Если это инженерный класс в 11-й школе, там занятия проходят на базе бывшего НАПОКСа Крымского федерального университета. Занятия очень интересные. Самое главное, что дети работают на том оборудовании, на шикарном оборудовании, которое есть в высших учебных заведениях. Ведут преподавателей вузов, и это всегда практические занятия. На базе этих вузов дети делают индивидуальный проект, что обязательно сегодня в старшей школе. Защита индивидуального проекта. Это вот 10-й класс. А вот в 11-м классе, у нас еще не было 11-й классов, сейчас мы думаем, как это будет дальше. Предполагается, что будет сделан уклон, упор на предпрофессиональное образование. Возможно, вот сегодня это в проекте, привлечение к работе не только высших учебных заведений, но и средних профессиональных образовательных учреждений, СПО, например, медколледжи, для того, чтобы дети получали, например, обучались навыкам оказания первой медицинской помощи, сдавали предпрофессиональный экзамен, получали сертификат, который дает дополнительные баллы при поступлении в медицинский университет, например. То же самое касается и инженерного класса, ну и всех остальных направлений. Думаем о том, чтобы выстроилась система взаимодействия не только школа, вуз, но и школа, вуз, предприятия. Возможно, проведение круглого стола с предпринимателями, с представителями министерства образования, с высшими учебными заведениями и со школами, где работают такие классы, для того, чтобы выработать стратегию вот такого непрерывного образования. Это может быть посещение детьми высокотехнологических предприятий, например, Фиолента. Это может быть мастер-классы. Это возможно подписание цельвых договоров с детьми, которые получили сертификат по результатам вот такого предпрофессионального экзамена. То есть это взаимодействие на всех этапах, где ребенок сначала обучается в школе, потом в высшем учебном заведении и потом с перспективой работы, да? Вот уже не так. Уже в школе и в вузе одновременно он учится, только является школьником, а по сути он учится в вузе, потому что он осваивает курсы, которые в школе раньше даже представить было невозможно. А, то есть в школе этого в принципе никогда не было? Не было, никогда такого не было. Вот робототехника в школе как внеурочная деятельность в отдельных школах точно была, может быть, а у компьютерного прототипирования так уж точно не было его. И медицинской химии тоже не было. Биолюминисценцию в школе невозможно изучать, у нас нет такого оборудования. А вот там это есть. То есть это и специальные преподаватели-педагоги, да? Те, которые... Да, вузовские преподаватели. Дают другой совершенно курс, да? Не школьные. Вообще не школьные. Вот совсем не школьные. Очень интересно, детям очень нравится. В рамках национального проекта образования существует федеральный проект «Цифровая образовательная среда». Что из себя вообще представляет этот проект? Смысл создания цифровой образовательной среды. То есть использование цифровых возможностей для самого процесса обучения и воспитания. Что имеется в виду? С одной стороны, это цифровизация всех процессов, которые проходят в школе. Но я могу сказать, что Симферополь в этом плане пионер. Наилучшее, наверное, оснащение школ в Симферополе. Именно в Симферополе в прошлом году, вот наши школы впервые в Крыму, мы были пилотными. Мы перешли от безбумажного варианта электронного журнала, безбумажного варианта журнала полностью на электронный журнал. Мы работаем в этой системе уже пять лет. И вот в прошлом году мы отказались от бумажного, и полностью у нас был только электронный. В этом году пять районов, регионов в Крыму перешли на безбумажный вариант, в том числе город Симферополь. Для того, чтобы можно было работать с электронным журналом, а это не только посещаемость, успеваемость, это и прямая связь с родителями. Там есть чат, где родитель может задать вопрос любому учителю. Учитель отвечает напрямую. Где родитель может написать письмо директору. Я постоянно переписываюсь. Если какая-то возникает проблема, то в первую очередь пишут директору. Родители активно пишут? Родители пишут. Любая ситуация, которая возникает, обязательно пишут что-то. Где-то пишут спасибо. Кстати, такое тоже пишут. Где-то указывают на какую-то проблему, и она быстро, оперативно может решаться. Это возможности дистанционного обучения. Нас спас электронный журнал в прошлом году. У нас вообще проблемы с этим не было. Мы были полностью к этому готовы, потому что там есть система онлайн-уроков в самой системе Элжура. И учителя уже умели, могли и хотели работать. Электронный журнал — это и уменьшение отчетности. У нас в школе, например, вообще учителя забыли, что такое отчеты сдавать, потому что нажатием кнопки формируются все отчеты. Сегодня система Элжура подгружена к Крымской республиканской образовательной системе. Кросс она называется. И сегодня мы уже некоторые отчеты напрямую сдаем в эту систему, то есть без бумажного варианта. Это упрощает намного? Вот для учителей время на детей больше остается? Конечно. Это упрощает в разы. Вот просто в разы. Но это только первый шаг. Перспектива — это наполнение электронного журнала методическими разработками. Вот за счет, за время дистанционного обучения многие учителя создавали свои тесты, свои презентации. И там есть такая методическая копилка, то есть все это складывается, и при необходимости можно взять. Причем взять не только учителю лично, но и учителя школы могут это взять. А в перспективе может быть создана, и к этому мы идем, единая такая вот система методическая копилка по всей республике Крым. Это облегчит подготовку к урокам. Учителям проще будет. То есть не надо документы искать, поднимать какие-то старые, и все это будет уже в системе? Да, в библиотеке электронного журнала. Это по аналогии с Московской электронной школой. Вот примерно так же действует система ЛЖОРа. Это печать аттестата. Вот в этом году у нас новая форма аттестата, QR-код должен быть обязательно. Вот это возможно тоже в системе ЛЖОРа. Хорошая очень система. И я рада, что Симферополь является одним из пилотных регионов, в котором такая система работает. Но для того, чтобы она работала, нужно, чтобы у каждого учителя было свое рабочее место. Я не верю в то, что можно где-то там в учительской поставить пять компьютеров, будут учителя по графику ходить, заполнять журнал. У каждого свой должен быть, да? У каждого свой. Но у нас это уже пять лет есть. В каждом кабинете стоит компьютер. Ну, телевизор, по крайней мере, есть. Стремиться, чтобы были интерактивные панели. Уже даже не доски, а интерактивные панели. Они лучше, конечно. И республика много для этого делает. У нас четыре школы в городе получили полный комплект оборудования, в том числе интерактивные панели. А в каждую школу города пришло 26 ноутбуков. Из них 10 учительских, а 16 — 11 учительских. А 15 — это для детей. То есть можно сегодня создавать класс. Как только мы официально получим эти ноутбуки, мы можем их уже подумать, куда мы их поставим, что там будет. И в каком-то классе с использованием вот этих цифровых технологий могут проводиться уроки. Оснащаются школы, да? Оснащаются, да. Вы уже немного сказали о том, как в прошлом году работали в условиях ограничений. На ваш взгляд, справились нормально? Вот все-таки это был такой вызов неожиданный совершенно. Это, конечно, был вызов. Для нас он не был страшным, потому что все учителя владеют компьютерными технологиями. Навыками, да. Это есть, да, это уже есть. У нас была система Элжура. Это, конечно, было очень здорово. Хотя проблема была какая. Когда вся страна вошла в Элжур, а Элжур по всем регионам России, система просто повисла. И тогда мы стали искать разные платформы, на которых можно проводить уроки. Ну и разошлись. Кто-то вел в Скайпе уроки, кто-то вел на Дискорде, кто-то еще где-то. Но когда есть навыки, это уже не так сложно. Вот и было бы желание. Очень активно используются возможности Я-класса, там, где система есть обучающая и проверяющая. То есть есть теория, есть тесты какие-то уже созданы в этой системе с автоматической проверкой. Кстати, в Элжуре тоже можно делать автоматическую проверку. Это тоже очень здорово. И мне кажется, что вот это дистанционное обучение, электронное обучение, оно сыграло очень важную роль. Вот мы можем говорить о том, что в случае чего мы на него снова перейдем, и это будет уже менее болезненно, да? Очень не хочется на него переходить, потому что оно все равно болезненно, потому что, ну, живое общение... Не заменит ничего, да? Ничего не заменит. Эмоции на уроке ничего не заменит. И все-таки возможность интернета, даже несмотря на то, что у нас три провайдера, что высокоскоростной, все равно где-то он может подвисать. И вот нет того эффекта, который есть от обычных уроков. Но сегодня, если ребенок у нас болеет, длительно болеет, или куда-то уезжает, сегодня это вообще не проблема. Родители пишут заявление на перевод на обучение с использованием дистанционных технологий электронного обучения, и ребенок, находясь в артеке, находясь дома, и еще где-то... Ну, это недлительные, да, какие-то? Да, да, да. До месяца, наверное, да? Да, он учится, получает консультации. Опять же, через электронный журнал. То есть учебный процесс, в случае чего, не прерывается, да? Не прерывается. И журнал позволяет ставить отметки, вот он, Эночка, но он же на дистанционном, в школе его нет, но он же учится, он сдает какие-то работы, идут какие-то консультации, он пишет контрольную работу, эта отметка выставляется в электронный журнал. Вот все, о чем вы рассказали, это фактически новшество, да? Ничего этого не было. Как быстро адаптируются, ну, преподаватели, учителя, я понял, ну, и дети, и родители должны как-то адаптироваться к этому? Лучший способ научить плавать, это бросить воду и не помогать. И тогда выплывают почти все. Наверное, много жаловались, особенно родители. Не жаловались, не жаловались. Я вам больше скажу, мы обратились через, у нас есть своя группа в Инстаграм, у нас есть своя группа, страничка ВКонтакте, школьная страничка. Мы поблагодарили родителей за то, что у нас не жаловались родители, а поддерживали. А в ответ посыпалось, спасибо вам со стороны детей, со стороны родителей. Вот так обменялись мы любезностями через наши социальные сети. Все понимали, что это такое. Жалоб не было особых. Вообще жалоб не было, в принципе. Ну, по-моему, все были в равных условиях, вынуждены. В равных условиях, да, вынуждены. Сегодня много говорится о так называемых кадетских классах. В разных учебных заведениях Симферополя эти классы есть. Расскажите об этой системе кадетских классов и вообще как появилась такая идея? Когда они появились? Ой, я даже не скажу, когда, мне кажется, что уже в 15-м году они были. Что удивительно, эта идея появилась не сверху, эта идея появилась снизу. Вот как грибы после дождя у нас в Симферополе стали появляться кадетские классы. Это, знаете, когда вот время пришло, вот тогда это и появляется само. Причем классы были совершенно разные. На базе академической гимназии Симферопольской работал класс, который ориентировался на МЧС, договор с МЧС. На базе третьей школы работают классы следственного комитета. На базе других школ классы МВД, классы ополчения. Вот у нас казачий класс с казачьим компонентом. То есть в разных школах по-разному, но все равно это кадетские классы. Смысл в том, что вот детки учатся по обычным программам, а вот внеурочная деятельность это совершенно принципиально другая, чем... На учебный процесс все-таки как-то влияет или не влияет? Или как-то переплетает? На программу не влияет вообще никак. То есть программа общеобразовательная. Влияет на вот сам дух класса. Это другой класс. Стиль общения учителей, детей другой. Здравствуйте, господа кадеты. Здравия желаем, мы слышим в ответ. Это форма, обязательно форма. И парадная, и ежедневная форма. Это дисциплина, это система самоуправления. Мне ближе говорить о наших классах, потому что у нас классы... Вот расскажите о своих подробнее. Все-таки у вас вот этот казачий компонент, он такой специфический, тем более, что мы знаем, там МВД, там МЧС, а тут именно казачье, оно немножко и национальное. Совершенно случайно, совершенно случайно. Пришла к нам в школу новый учитель, Воронина Светлана Эдуардовна. Пришла и говорит, давайте мы создадим казачий класс. Я, честно говоря, Крым и казачество, для меня это было как-то... Хотя я думала, если есть казачья бухта, наверное, какое-то отношение на казачество имеет, раз она такая бухта есть. А потом как-то вот в эту проблему вникла. Очень тесно мы сотрудничаем, и нам повезло, потому что реально помогает Крымское окружное казачье общество. Вадим Яковлевич сегодня, Иловченко, сегодня атаман. Контактируете часто с ним? Очень часто контактирует, он приходит, что-то показывает, рассказывает. Очень часто приходят, приходят казаки на все мероприятия, которые проводятся в школе. Дмитрий Александрович Воронин, это, чтобы я точно сказала, его сегодня должность, заведующий отделом по вопросам казачества, Совета Министров, да-да-да. Вот, он не гость. Часто у вас бывают, да? Он часто, и он не гость. Это вообще, они вообще не гости казаки у нас. Гости, это когда редко, изредка приходят. И мы им рады. А это вот люди, которые всегда с нами. Ну, казачество, в отличие от МВД, МЧС, это не профессия, это более широкое такое понятие. И тут еще один момент. Казак без веры не казак. У нас еще одно направление сотрудничества. Православное, да? Православное. У них основа православия в этих классах очень и преподаются, и пропитаны все православие. У них день начинается с молитвы. В каждом классе висит икона, подаренная в день посвящения в казаки. Протеерей Григорий, это... Если я не ошибаюсь, у вас храм прямо рядом находится, да? Да, 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 храм. Деревянный такой стилизер. Да, да, да. И всегда мы туда приходим. Наши дети дежурят на Пасху обязательно. Все большие православные, великие православные праздники мы тоже там обязательно. На все наши мероприятия к нам приходят. Наших детей готовит Протеерей Григорий к зерну истины. Вот республиканский, знаете, вы конкурс. Да, да, да. На такого православия. Очень тесное содружество. Смысл в чем? Вот учатся они в первой половине дня. Обычная программа, она уходит в форме, дисциплина, стиль общения, самоуправления. Вторая половина дня, внеурочка. Вот внеурочка, она совершенно другая. Здесь изучается история казачества у нас. Изучается основа православия. Хореография. Мы казаки. Они танцуют казачьи. Танцы поют. Причем поют те, кто никогда не пел, танцуют. Все танцуют. Все, кто никогда не танцевал, но танцуют все. Мы всегда участвуем в кадетском балу. Наверное, правильно сказала, да? Рождественник, который традиционно проводится в нашем городе. Строевая подготовка, огневая подготовка обязательно. Обязательно фланкировка. Видели, наверное, как казаки. Да, да, да. У нас есть прямо профессионалы. У нас интересно, вот у нас девятый класс первый выпускается в этом году, а восьмых два класса. Настолько успешный был опыт девятого класса. Ну, он пятым был. Мы с пятого класса начинаем. Набираем эти классы. Набирали эти классы. И вот на следующий год два класса. По 34-32 человека. Начинали мы такие большие классы. Были один класс только мальчики, а второй класс только девочки. Мариинки мы их называем. Вот там гендерная политика, наверное, имеет свой смысл. Потому что, когда мы начинали, это были два обыкновенных класса. Сегодня, на мой взгляд, это лучшие два класса в параллели. И олимпиадники, кстати, именно из этих классов. Дружат они семьи. Они дисциплинируют как-то, да, Мальчики там мальчики, потому что они не ждут, девочки же более активно, а здесь нет такого. И вот мальчики там мальчики. Вот настоящие мужчины. На них смотришь сегодня, они в восьмом классе, они уже мужчины. А девчонки, они девочки. Вот прямо девочки. Как говорит классный руководитель, их только краном прикладывать. Вот настолько они. Наталья Владимировна, у нас буквально минута. Что бы вы сказали нашим зрителям в завершении программы? Я хочу сказать, что работа сегодня в школе непросто, но очень-очень интересно. И я приглашаю творческих, самых умных выпускников нашего Крымско-федерального университета, Крымско-индустриально-педагогического университета на работу в школу. Здесь вы получите все, что нужно. Вы получите работу для души, здесь получите достойную зарплату, потому что сегодня в Крыму многое делается для того, чтобы учитель получал достойные деньги. Можно я скажу? Конечно. 5700 доплачивает ежемесячная республика и 5000 доплачивает город Симферополь. Для молодых учителей такая 10700 – хорошая надбавка. Плюс классное руководство, еще 5000 – федеральная надбавка. Вот это вот как бы минимальное, плюс еще все остальное. И у нас есть учителя, которые получают молодые учителя. Это, я не буду говорить сумму, но достойные деньги. А самое главное – это очень интересная работа с очень интересными современными детьми. Бумажек мало, работать интересно. Думаю, наши зрители, особенно выпускники вузов, прислушаются, придут к вам и уже подробно узнают о том, каким образом сам учебный процесс происходит. К сожалению, наша программа подходит к концу. Уважаемые телезрители, думаю, сегодняшняя передача не будет для вас безинтересной. Наталья Владимировна, спасибо, что нашли время и сегодня пришли к нам в студию. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что сегодня гостем программы «Лица столицы» была Наталья Трещева, директор школы-гимназии номер 10 имени Покровского. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Любите наш город. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова